госдеп сша выделит полтора миллиона долларов на подрывную деятельность оппозиции в сирии финансирование прозападных активистов оппозиции использование карманных сми для формирования нужного общественного мнения и давления на официальные власти вашингтон занимается подрывной деятельностью в сирии федеральному агентству новостей рассказал эксперт по геополитике константин соколов финансирование демократии бюро государственного департамента сша по вопросам демократии прав человека и труда намерена выделить до полутора миллиона долларов на реализацию проектов сирии направленных на поддержку демократии и верховенства закона согласно опубликованному в сети документу американский госдеп ставит своей целью финансирование программ по предотвращению конфликтов между различными общинами защите гражданского пространства и укрепление правосудия американские власти признаются что выделенные деньги пойдут на финансирование деятельности определенных активистов а также на создание объединений для взаимодействий с местными властями благодаря этим программам сша по словам представителей госдепа планируют заняться разрешением текущих и давно существующих проблем в арабской стране эксперт по геополитике член корреспондент район константин соколов в беседе с федеральным агентством новостей усомнился в благих целях которые преследуют сша выделяя деньги на подобные проекты продвижение американских взглядов как замечает собеседник фан прекрасно известно что традиционно выделяемые сша на благие цели средства тратятся на создание некой внутренней анти государственной оппозиции в разных странах деньги пойдут на зарплату конкретных людей прикармливание оппозиционеров и определенных сми которые будут их пиарить сша сейчас узаконили деятельность которая еще недавно была под запретом и осуждалась если раньше подобное финансирование считалось подрывной деятельностью то сейчас американские власти этого уже не стесняются отмечает эксперт по геополитике по словам константина соколова в данном случае речь идет именно о поддержке внутри сирийской оппозиции поскольку финансирование экстремистских вооруженных группировок редко проводится так прямо боевики террористических формирований чаще всего поддерживаются через возможность контрабанда и взаимодействие с цру которая прикрывает подобную деятельность сша суммы на это дело идут огромные ведь это не только не маленькие зарплаты боевикам но и их боевая подготовка и обеспечение вооружения и служб тыла такие большие перечисления из какой-то бюджетной статьи были бы слишком заметными говорит собеседник фан единый фронт конце 2019 года официальные представители американского госдепа сообщили о планах выделить 35 миллионов долларов на финансирование независимых сирийских сми в вашингтоне прямо признавали что потраченные деньги американских налогоплательщиков обеспечат борьбу с позицией официальных властей сирии на территории этого арабского государства как замечает эксперт по геополитике выделение американцами средств это не просто поддержка определенных сми а прямое финансирование их работы в нужном сша направлении на территории сирии деятельность таких журналистов включена в созданную американцами единую систему где они координированно занимаются подрывной деятельностью получая финансирование независимые сми выполняют задание освещать события в нужном вашингтону ключе чтобы формировать антиправительственное общественное мнение заключил константин соколов напомним что американские военнослужащие незаконно находятся на территории сирии с 2014 года сша ввели свои войска на территорию суверенной страны без согласия с местными властями или резолюции совета безопасности оон что также могло быть основанием изначальной причиной нахождения в сирии американские власти называли борьбу с исламским государством однако в реальности вашингтон занялся поддержкой радикальных джихадистов финансированием вооруженной оппозиции и в последующем кражей сирийской нефти спасибо за внимание ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал твои новости здесь всегда вас ждут самые горячие и свежие новости мир проводя рамки там